Я как-то с самого начала, моя профессия началась из журналистики, и я привыкла, что рядом с собой еще должен находиться какой-то человек с камерой. Наталья Меркулова признается, режиссером стать не мечтала. С трудом поступила на журналиста, а с 2001 года, после окончания Иркутского государственного университета, работала на телевидении. Потом ее заинтересовало кино. В 2013 году Меркулова дебютировала, сняв нашумевший фильм «Интимные места», после чего писала сценарий к таким картинам, как «Салют-7» и «Сага про Гоголя», которые с успехом прошли в прокате. На фестивале «Книга Март» Наталья отмечает, что литература – это неотъемлемая часть кинематографа. Для киношников это ресурс, потому что все выходящие, особенно вся современная литература, тут же скупаются продюсерами. Я знаю, что скуплен просто весь всегда Иванов, скуплен Сальников. И это вот просто первые писатели, которые моментально на них покупается опцион. В Иркутск Меркулова приехала представить свою новую работу – «Человек, который удивил всех». Картина уже стала знаменитой. На Венецианском фестивале была в номинации «Как лучший фильм» и взяла главный приз за лучшую женскую роль. Зрителей особенно заинтересовала ее работа с Евгением Цыгановым. Спрашивали про его непростой характер. У меня остались по-настоящему очень классные воспоминания. Потому что этот человек, он не просто выполняет то, о чем ты его просишь. Он это перерабатывает, присваивает и показывает тебе что-то такое, о чем ты даже не мог и мечтать. Режиссер также рассказал о предстоящих работах. Так, например, в этом году выйдет сериал «Колл-центр», главной роли в котором исполнили Павел Табаков и Владимир Яглыч. Помимо встречи с Натальей Меркуловой, на фестивале «Книга Март» сегодня прошла премьера нового фильма Юрия Яшникова. Он называется «Иркутск Ивана Вырыпаева», как отметил программный директор фестиваля Алексей Петров «Иркутск. Город кино». Люди, которые уехали из Иркутска, чтобы они не потеряли связь с нашим городом, приезжали в Иркутск. И поэтому терят авторов, которые у нас выступали здесь. Сейчас они имеют, конечно, московский паспорт, московскую прописку. Но они с большим удовольствием все согласились вернуться в Иркутск. Этапы «Книга Марта» также пройдут в разных городах Иркутской области. А уже в следующем году организаторы обещают пригласить не менее интересных гостей. Александр Гаврилов, Сергей Полянский. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok